В Люберцах подвели итоги социального проекта «Я смогла». В нем принимали участие мамы детей, страдающих различными заболеваниями. Жительницы округа рассказали о себе в социальных сетях, выкладывали фото и видео. А на странице конкурса шло интернет-голосование. Об участницах марафона наш следующий сюжет. Этот проект можно смело назвать «Они смогли», потому что каждая из этих женщин победительница и определила это не количество голосов или лайков, испытания в их жизни начались задолго до того, как они вышли на эту сцену. Дочке 4 года, Виктория. У нее онкологическое заболевание. Но она его победила. Сейчас мы находимся в ремиссии уже более полгода. Это моя первая. Ее зовут Дарья. Ей 14 лет будет. Второй ребенок у меня Антон. Ему 10 лет. И маленький сынок 2 года и горет. С поликистозом почек. У каждой из участниц проекта своя история. Но всех объединяет одно. Они – мамы особенных мальчиков и девочек. В семье Рязановых 8 детей. Двое борются с болезнью. У меня тройняшки. И одна девочка в 7 месяцев у нас поставили диагноз ДЦП. А второй из тройняшек полгода назад поставили онкологию. У нас рак почек. И мы лечимся. В январе нас прооперировали. И сейчас мы проходим химиотерапию. Еще половина пути только прошло. Но мы верим, что мы справимся. Веру в лучшее придал проект «Я смогла». Его инициировала Татьяна Орлова, тоже мама особенного ребенка. Идею жительницы Люперец помогли воплотить в жизнь сообщество «Нежный бизнес» и союз женщин Подмосковья. Заключительный день интернет-марафона превратили в большой праздник с концертом, сладостями и бесплатным мейкапом для всех участниц. На протяжении двух недель мамы особенных деток рассказывали свою историю, делились укладом своей жизни, делились теми ориентирами и маячками, которые дают им силы. Это, в общем-то, способ подсветить эти истории для того, чтобы все мамы на свете не боялись никаких сложностей и особенностей и понимали, что они не одни. Каждая из участниц присвоили звание в разных номинациях. Например, приз зрительских симпатий достался Марии Исаковой. Самой активной признали Ирину Синицу, а самой позитивной – Викторию Рязанову. Волнительным моментом стало объявление имени первой финалистки. Проект прошел впервые, поэтому желающих присоединиться к нему оказалось немного. Организаторы планируют сделать такой марафон ежегодным и уверены, что с каждым разом он будет объединять все больше и больше особенных мам. Луиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.